И в продолжение темы аварии, к счастью, пока только вероятных. Директор учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства Омска Галина Зурнаджан заявила, что за проезд по мостам в городе нужно платить деньги, пока только больше грузом. Потому что все 17 мостов в Омске находятся в предаварийном состоянии и ремонтировать их не на что. До обрушения, конечно, не дойдет, но вот перспектива, что на одном из, скажем, трех крупнейших мостов через Иртыш скоро ограничат движение, либо вовсе запретят, вполне реально. Алена Бензик продолжит. Посмотрите, там видно рабочую арматуру. То есть бетон уже откололся. Весь защитный слой – это практически по всей длине моста такая беда. Инженер Михаил Захаров на 10 лет старше Ленинградского моста. Но шутит здоровье у него крепче железобетонной переправы. Ленинградский за последние 50 лет изрядно обветшал. Даже на перилах за толстыми слоями черной краски проступает ржавчина. В некоторых местах коррозия проела металл насквозь. Детальное обследование может скрыть более серьезные дефекты. Гидроизоляция, вот то, что сохраняет мост от разрушения. Гидроизоляция. Она у нас дольше 10 лет практически не служит. То есть 10-летнее сооружение, скрываете мостовое полотно, и наверняка гидроизоляция в трещинах. Раз трещины, значит внизу будет вода. Раз вода, значит металл будет коррозировать, бетон будет выселачен цементного камня. То есть цемент постепенно будет превращаться в известку и вымываться водой. И со временем получается так, что бетон терпел, терпел, потом хрумк и терпение кончилось. Именно такие деформации обнаружили в этом году при вскрытии юбилейного моста. Этот прибор размеряет ширину раскрытия вот этой трещины. До этого комплексное обследование сооружений не проводили с момента его постройки в 1967 году. Потому юбилейный мост сегодня нуждается в капитальном ремонте. Это в 2017 году, видимо, будет ремонт. Но это не рубли, не два, как говорят сейчас. Это огромные цифры. Огромные цифры маленький бюджет Омска явно не тянет. Капитальный ремонт Ленинградского моста еще 8 лет назад оценили в 178 миллионов рублей. Остатки деревянных свай под юбилейным мостом не только память о первой омской переправе, соединившей берега Ами. Отсутствие денег на ремонт тогда еще деревянного моста 186 лет назад натолкнуло чиновников на мысль собирать с каждого воза пересекающий мост по 5 копеек. И кажется, спустя почти два века ситуация повторяется. Испытания на прочность мосты Омска проходят ежедневно, говорит главный инженер бюджетного учреждения эксплуатации объектов внешнего благоустройства Омска Алексей Попов. За сутки по каждой переправе проезжают около 8 тысяч автомобилей, примерно тысяча из них больше груза. С момента постройки конструкции, соединяющие городские берега, остались без изменений, а вот нагрузка на них возросла более чем в два раза. Потому главными виновниками плохого состояния омских мостов чиновники считают грузоперевозчиков. Большую некорректность проявляют перевозчики. Они, конечно, из муниципальных мостов и дорог извлекают все, что можно, выжимают. Но вкладывать не хотят. Директор компании по перевозке негабаритных грузов Михаил Ицкович считает, при любых дополнительных тратах легче вовсе уйти с рынка. Предложение чиновников обложить большегрузы платой за пользование городскими мостами транспортники называют абсурдным. Надо, наверное, брать еще плату за пешеходные переходы. Сразу можно вот где вот эти кнопочки, поставить кассовые аппараты. Водитель автобуса Алексей Стадников пересекает два городских моста по 8 раз в день. И уверен, если движение на каком-нибудь крупном мосту встанет, то проще до места назначения добраться пешком. Движение в городе замрет. Уже было так, когда ремонтировали там дорожное полотно, что-то варили там. Года два назад, наверное, или три. Ползли там, ползали по часу через этот мост. О состоянии мостов можно судить по знакам. Чем оно хуже, тем больше ограничений по скорости и весу проезжающих по нему автомобилей. И если раньше переправу в Омске строили для развития города, то с их ремонтом или закрытием город может вернуться к временам, когда справа на левый берег больше часа добирались на пароме. Алена Бензик, Евгений Русенко, Константин Демиденко. Омск.Здесь.